Эмиль Наврузов В свою очередь Харум Базиев, Арбея Меева и Марата Исаева Давайте еще раз взглянем на их тернистый путь Это гран-при стало возможным благодаря нашим спонсорам Которые сопровождали нас весь этот сезон Винлайн и Бистокс На первой конференции глава криптобиржи Бистокс Арут Объявила дополнительным призом от себя 1 миллион рублей Самому зрелищному бойцу гран-при Я сам буду выбирать самого зрелищного бойца И мы отдельно от своей компании Выделим миллион рублей самому зрелищному бойцу этого гран-при И, как он отметил на конференции перед финалом Два его фаворита Это как раз таки Эмиль Наврузов и Харум Базиев Так что победитель может уехать на Мерседесе Еще и с лямом рублей Вы тоже можете получить бонус от Бистокс Просто зарегистрировавшись на бирже Заходим на сайт Бистокс по ссылке внизу в описании И регистрируемся по промокоду HYPE Это вам даст бонус целых 2000 рублей Который вы сразу же можете инвестировать и начать зарабатывать с нуля Купи свой первый биткоин на Бистоксе Зарабатываю на криптовалюте вместе с Бистокс И еще 2000 бонусных рублей вы можете получить у нашего спонсора Винлайн Переходите по ссылке в описании Проходите абсолютно легкую регистрацию Где нужно всего лишь ввести дату рождения и номер телефона И после ввода нашего промокода HYPE Вы получаете 2000 рублей Кстати, в случае выигрыша вы сразу же можете вывести эти деньги к себе на карту Все ссылки в описании Ну что ж, переходим к самому турниру Помимо главного боя Эмиля Наврузова и Харуна Базиева Мы приготовили для вас целый карт Состоящий из бойцов высокого уровня Чтобы разогреть вас перед финалом Бои действительно очень крутые Советую не перематывать И, кстати, не забудьте подписаться на наш канал и поставить колокольчик Комментировать наши бои будут Истрапил Рамазанов или более известный как Мурат Он в представлении нуждается Сюда Второй комментатор Виталий Тарасов Прежде чем мы перейдем к боям Хочу представить вам наших судей Главный судья Роман Жолобов Рефери Александр Сидорин и Дмитрий Волуевич Арбитры Армен Князев Кирилл Касьян Милана Зайцева Врач Марат Тахаев Что ж, переходим к первой паре Если несколько лет назад по ММА дрались любители спорта То сейчас мы увидим заслуженных мастеров спорта и чемпионов мира Именно такого уровня бойцы сейчас встретятся в ринге хайпайтинга Поединок по правилам бокса ММА перчатка Первым хочу пригласить Ислама Думанова Боксом занимаюсь больше 20 лет Мастер спорта мажорного класса Баграндов очень много Больше 400 боев По профессионалам я пришел в 2016 году Провел 11 боев 10 побед на одном поражении В первую очередь это хайп Второй это имя сделает А в ринге все покажет То, что умеет Основная моя фишка это скорость И тайминг Хотел бы поблагодарить свою семью Всю кабадину Балкарию Которые болеют за меня Всем ассалам алейкум Предаю огромное здоровье Главное это здоровье у всех Что было Ислам является мастером спорта Международного класса по боксу Многократный чемпион международных турниров Человек, который совсем недавно Занимал 21 место В мировом рейтинге по боксу И я думаю имеет право Патендовать на звание Одного из лучших ударников по ПММА Сегодня его соперником станет Давид Мерсисян Я являюсь призером страны Неоднократный победитель Международных турниров Много всероссийских турниров Выиграл Провел один пробой Выиграл Хайпану всегда охота Кому-то что-то доказать Хайп дает возможность Чтобы люди увидели боксера Чтобы взяли к себе И дальше развивали Как спортсмена Ну я соперника узнал Буквально за неделю Сказали мне На коротком давлении Думаю интересный бой у нас будет Поддерживают все мои друзья Морис, Заур, Артур И много кто Я особо не обобщал То что я в хайпе дерусь Ну вот как подерусь Потом расскажу Что я дрался в хайпе Вот так вот Пока не хочу обобщаться И все такое Он является мастером спорта по боксу Призер чемпионата России по боксу Чемпион международных турниров Рефери в клетке Александр Сидорин Бойцы на середину Парни правила знаем Не нарушаем Слушай внимательно мои команды После команды стоп Не работаем Уважаем друг друга Показываем красивый Честный бой По углам Оба бойца Являются мастеровитыми Боксерами И смотрим Что из этого получится Поехали Да Начинает Сразу занимает Центр октагона Нерсисян Давид Ой хорошо Он сейчас накладывается У левой С левую руку Стоит он в левой сторонней стойке Что мы можем наблюдать Но его соперник Не менее мастеровит И был он На 21 месте В рейтинге по боксу Могу предположить Что это рейтинг Боксрека Двигаются бойцы Небольшой прихват Сейчас делает Давид Видели мы От него Одно попадание Левым прямым Да Во второй тоже И вот сейчас Да Еще входит с ударом Сейчас заканчивает он Левым боковым Свою серию И поджимает его Сейчас уже Думанов Ислам Все таки 21 место В рейтинге По боксу Это серьезно Ислама? Да Ислам такой Мастеровитый боксер Но И нам сказали Что его соперник Мастер спорта Это тоже Обо многом говорит Мастер спорта По боксу Учить очень сложно Бой будет хороший Однозначно Плюс это бокс Три по две Нас может Глядеть все что угодно Тут немножко Работы в клинче Я думаю Сейчас присматриваемся Друг к другу бойцы Да Но пока Первый раунд Да Но пока Точно фаворита Мы не видим Но уже вот Начал больше Подпирать Своего соперника Думанов и Слав Пока идут одинаково Да Пока плюс-минус Одни попадания Хороший бросок Был бы сейчас Сейчас хорошо Думанов пробивает Свою серию Двойку А вот уже отвечает Ему сейчас Насисян Давид Еще двойка От Давида И сейчас Оба бойца Что стоит отметить Стали в левшу То есть Они зеркалят Друг другу Слышим мы Отсчет 10 секунд Этого раунда Остается у нас Предупреждение От рефери И первый раунд Закончен Помаши полотенце Помаши полотенце Остается у нас Славочка Севкин прижимайся Сложно отдать кому-то преимущество Итак, второй раунд Напоминаем, что в синем тейпе У нас Думанов Ислам А Нарсисян Давид Соответственно в красном Оба пока одинаковые Да Сейчас немножко Больше центр Занял Думанов Ислам Идет он первым номером Это также Может повлиять на судей При равном поединке И вот сейчас хорошо Он вставляет свой левый сбок Серия по корпусу От Давида В постоянном движении Находятся бойцы Это бокс Здесь нельзя стоять на месте Нужно смещать голову С линии атаки Что эти ребята и делают Вот сейчас хорошо Сейчас накрыл своим Левым оверхендом Боец из красного угла Ну и можно отметить Что оба бойца Преимущественно работают На передней ноге То есть они больше держат Вес тела Именно спереди Вот сейчас опять Только уже Нарсисиан Давид Пробивает по корпусу А вот уже Несколько ударов Клинчи от Думанова Ислама Динамичный бой Да Вот хорошо Сейчас Хорошо попал Двигается Постоянно Двигается Сейчас попробую По корпусу Пробить Нарсисиан Ислам Но мне кажется Что уже удары Не столь акцентрированы Пока не вкладываются В каждый удар Ой хорошо Сейчас Дальние руки Сейчас пробивает Джефф Думанов Ислам Выпадает Его Держится Видишь Ну а я думаю Что Думанов Именно больше Прощупал свою дистанцию Чувствует он Метраж Безопасно По затылку Я думаю Что сейчас Александр Сидорин Даст предупреждение Ну это хорошо Сейчас не ударил Все-таки Не нужно грязнить Хороший бой Бэкфист Напомню Что здесь Видимо по боксу Второй ран Закончился Да 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 Попал 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 Ладно Я выдерну право Берем покорой Ворону дал Ворону А Транс Сейчас все время Мы идем Встречаем А мы еще Сидорин говорит, что делать предупреждение, скорее всего, что бой не был грязным. Это очень верно. И смотрим, третий финальный раунд. Двигаются бойцы. В левше сейчас стоит Нарсисян Давид. Встал он на более широкую стойку и стал больше перемещать, именно держать вес целого на задней ноге. Ну, а его соперник по-прежнему держит правую руку. Стоит в правосторонней стойке. Правая рука у него включается дальняя. О, хорошо сейчас. Очень хорошо. Выцелил сейчас Нарсисян и донес его удар до цели. Не сказать, что потряс, но удар был точный, прямо в челюсть. Хорошо, сейчас на сайт степи, можно сказать, уходит Нарсисян. Да, хороший удар был не по полу, просто. Да. Немножко клинча. Но и при этом стоит отметить, в клинче постоянно работают бойцы. Нет такого момента, чтобы находились бездейственной позиции. Постоянно идет работа. И тут уже видно, что на корпус Думанов Ислам переводит свои атаки по большей степени. Пытается он поддержать своего соперника. И кажется, что функционально тоже он больше готов. Потому что акцента больше в его удар. На бой взбор. Но они оба держатся, видишь? Оба держатся. Я думаю, что потихоньку Думанов Ислам начинает забирать бой. Будет интересно, как считают судьи. Потому что мы всего лишь комментаторы. И мы можем отобили всех выполнять. Я думаю, что синий перейдет. Да, вот я об этом говорю, что у него больше точных действий. В общем, нормально попал, красиво. Да? Да. Отлично сейчас. Нет, два удара нормального пошли. Еще на Джейни случайно. Все, он пошел, походу. Да, пошел он, пошел. Начал с Двайера. Корпус Голота у нас с тем временем 10 секунд. Все, у меня остановились. Смотрим, пойдем, все. Ну, я думаю, что сейчас будет вязать всячески Настисиан Давид, своего оппонента, что мы умеем. Очень тяжелый бой, очень близкий бой. И решение судей тоже говорит о том, что это был очень близкий бой. Раздельным решением судей победу одерживает Ислам Думанов. Твой уровень и класс бокса очень высокий. При этом ты победил раздельным решением судей, бой был близкий. Означает ли это, что соперник действительно очень высокого класса? Я понимаю, что угол недоволен, но, чтобы вы знали, у которого есть желание выиграть, он идет до конца. А не бегает и не дает работать человеку, который хочет выиграть. Давид, скажи свои эмоции. Как тебе бой? Что могу сказать по бою? Я не думаю, что я здесь проиграл. Первый два раунда за мной, третий за ним. 100 баллов. Всего лишь неделю готовился к этому бою. Поднялся весит до 70 килограмм. По поводу слов Ислама, ты больше бегал, нежели чем дрался. Что скажешь? Во-первых, это у меня такой стиль, я могу идти вперед. Если вижу, физически не готов идти вперед, то, соответственно, я на контратаках. Ислам во время конференции, где-то о мелком он сказал, типа, по нему не попасть. Посчитали, сколько ударов он пропустил в данный момент? На конференции, где мы это делали, тебя спасили. Регали боксера. Ты сказал, я выиграл у заслуженного боксера и выиграл у международника. Одного имя назови, которого ты выиграл. Международника? Одного назови имя, у которого ты выиграл. Узляна. Узляна? Да. Узлян давным-то уже упал. Ну какая раз ты сказал, скажи, я выиграл. Заслуженного боксера скажи, который ты сказал. Ислам, все нормально. Спасибо большое за бой. Я вызвал человека, который на конференциях вырубил мужика, который не умеет теряться. Он дал мне слово, сегодня не будет, что, ну, сегодня не в форме. Если есть, то его соперник, пожалуйста. Меня зовут Махмуд. Всем салам алейкум. Я в Солнечко и Киргизии. Ислама, я знаю, ты к нам приезжал, на Шапоково. Я смотрел твои бои. Я очень уважаю тебя, брат. Мне, естественно, неприятно, вот то, что сейчас прям вот ты чуть подрался туда-сюда и не отдохнешь, и сразу через бой выйдешь. Есть проблем. Без проблем. Все? Без проблем. Сделаем. Сделаем. Спасибо. Красный угол ринга. Приглашается Георгий Гоглоев. Я приехал на хайп-файтинг для того, чтобы побить сердце своих соперников и показать, что я сильнейший. Где-то год я начал заниматься боями, стал мастером спорта международного класса. Честно сказать, у моего соперника регали, наверное, мечты моего детства. Я сделаю ему хорошую борьбу. Всем, ребята, здоровья, остальное все наживем. Мои родные, моим сестрам, моей тете, большой привет. Я их очень люблю. Моей маленькой республики Осетии. Георгий является мастером спорта международного класса по ММА. Боец, представляющий солнечную Осетию, город Беслан. База «Вольная борьба». В синий угол клетки приглашается Ибрагим Ильясов. Я являюсь мастером спорта международного класса по вольной борьбе. И это у меня хайд-файтер второй бой. Я знаю, что отказался Азизхан Чоршамбиил. Я думаю, он не уверен, что сможет меня выиграть. Так что я хочу сказать Азизхану, если хочешь драться со мной, ты знаешь, с кем нужно связаться. Если ты боишься, скажи сразу, я отстану от тебя, пока что я иду за тобой. В Осетии борьба хорошая. Не видел его в стойке, но я буду ломать, бросать. Все будет в этом бою. Хочу поблагодарить болельщиков с Чечны, Дагестана, Калининграда. Все это чувствую, вашу поддержку. Спасибо вам. Мы завтра устроим войну. Мастер спорта международного класса по вольной борьбе. Трехкратный чемпион Европы по вольной борьбе. Ибрагим Ильясов. Реферит в клетке Дмитрий Володьевич. Парни, правила знаете. Внимательно слушаю мою команду. У вас три раунда по три минуты. Покажите красивый, главное, честный бой. Руки пожали. Здесь, конечно, арсенал действий побольше. Итак, смотрим. Тут уже все подряд. Вот такой попытка супермен-панча от Гоглоева. Перевод. Сейчас забирает шею, но нет. Позиция контроля спины. Находится Ибрагим Ильясов. Отличный бросок. Вообще супермен-панча. Работает по корпусу он. Там аккуратнее надо, чтобы по почвам не работать. Контролирует пока Ибрагим Ильясов и своего соперника. Думаю, что большие навыки у Ильясова в борьбе. Так двигаются опять в стойке бойцы. Сейчас хорошая вертушка от Гоглоева и Георгия, но по воздуху пока. Оба сильные. Оба сильные. Однозначно. Но сейчас опять в позиции сверху находится Ибрагим Ильясов. Сейчас попытка пробить мидл по корпусу. Ибрагим в борьбу хорошо знал, да? Да, да. Но при этом призывает соперника работать в стойке. Красок вообще был хороший. Хорошая вертушка. Я думаю, что хоть и по защите, но попал. Центр октагона сейчас забирает Ибрагим Ильясов. Пока эффектнее его действия. Немножко паузу взяли бойцы. А вот здесь вот, наверное, что-то было типа Уширо. Заваливает Ильясов оппонента. Вот хорошо, он сейчас достает правый бой. Да, дальше даже не пошел. Да, я думаю, что он призывает соперника работать в стойке. Вот опять он пытается на вертушку поймать оппонента. Большой арсенал этого бойца. Хорошо, сейчас я думаю, что настиг он. Он хорошо будет, да. Попал, попал. Локти пошли. Понимает. Как работает позиция граунд-энд-паунда Ибрагим Ильясов. И бой заканчивается. Как тебе? Бой вообще отличный. Хоть бой продлился один раунд, но мы, мне кажется, все в нем увидели. В первом раунде техническим нокаутом победу одерживает Ибрагим Ильясов. Это «Аббарим»... Ибрагим Ильясов. Ибрагим Ильясов. В первом раунде техническим нокаутом победу. В первом раунде техническим ноком, его обработает и интервью из этих бомбукais. Ибрагим Ильясов. В первом раунде техническим нокаутом, и его таб�� макомы подавляем к нокаутом. Ты одержал уже вторую у нас победу. Опять уверенную. Мне кажется, тебе сейчас нужно давать действительно очень-очень опасных профессиональных соперников. Да, вот два победы уже. У меня сегодня соперник нужен. Я хочу рубиться. Три раунда по пять минут. У меня разницы нет. Если Адзисхан хочет драться, пусть с вами свяжется. Я готов с ним драться бесплатно. Георгий, ну что, что сегодня не хватило, что не получилось? Чуть подсуетился. Вернемся сильнее. Не хочу быть многословным. Всем удачи. Итак, напоминаю вам, что один из бойцов, Думанов Ислам, который, кстати говоря, 21 номер в мировом рейтинге бокса, как мы уже говорили, попросил второй бой прямо сейчас за этот вечер. Мы нашли ему соперника Шароева Махмуда. Первым хочу пригласить Думанов Ислам. Мастер спорта международного класса, многократный победитель международных турниров Думанов Ислам. Его оппонентом сегодня будет Шароев Махмуд. Мастер спорта по боксу. Боец из Кыргызстана. Единственный человек, который сейчас принял вызов Думанов Ислама. Рефери в клетке Дмитрий Волуевич. Боец на середину. Парни правила, знаете, внимательно слушаю мою команду. У вас три раунда по две минуты. Покажите красивый, главное, честный бой. Руки пожали. Мы помним, что Ислам уже бился и проводил второй бой сейчас за один день. Да? Да. Это, конечно, очень круто. Впервые я вижу такое. А, нет, на прошлом карде, на прошлом моменте ОФ то же самое сделаем. Да, чувствительные ребята мы видим. Ислам все по-прежнему. Как в первом бою использует свой шелдер ролл. Махмуд пока бьет на отмышь и меняет стойки. Но также чувствуется, что он как боец чувствительнее. Несколько ударов от Махмуда. Такой достаточно аккуратный бокс у него. Но видно, что заряжаются бойцы в каждый удар. Особенно Ислам. Ислам сильнее. Видно. Акцентирование удара у него. Но это еще один из фактов. Это, да, и начало, и антропометрия. Мне кажется, меньше. В то время как раз работа его оппонента, это на дистанции. Джеб по корпусу от Ислам. Обменялись джебами. Увидели мы сейчас попадание. И сбрасывает сейчас Ислам своего оппонента на конвас. Джеб от Махмуда. Но такой неакцентированный джеб скорее обозначает им дистанцию. И это очень опасно, потому что Ислам может встретить правым кросс его на сближении. В то время как Ислам пробивает достаточно быстрый и акцентированный джеб. Видим мы сечку над левым глазом у Ислама. Небольшую досечку. Да, хороший. А вот здесь Махмуд попадает в клинче. Клинче, да, пробивает Ислам. Пробивает по корпусу. И вот на такой яркой ноте заканчивается певерал. Ну что ж, смотрим. Второй раунд. Напомню только, что Ислам Думанов в красных. В красном темпе Ашаровев Махмуд в силе. Видны элементы боксерской карьеры Ислама. Насколько вот он... Да, Ислам тоже, я думаю, барбок знает. Однозначно. Да, на барбок тянет. Особенно. То есть, действительно подготовленный боец. Махмуд по-прежнему пробует джеб. Пропускает по корпусу. И вот сейчас он переводит Ислам на голову. Постоянные движения от обоих бойцов. Даже сильнее Ислама. Но, как мы уже говорили, так как это второй бой, то, возможно, функционально может просесть. Поэтому, я думаю, что достаточно расчетливо действует Ислам, понимая, что бой он пока шаг за шагом забирает. Хорошо, сейчас не видел я, достал или нет жертвы, но вроде бы попал. Оба друг друга попали на мае. Да, и тут Ислам сразу нагоняет оппонента. Опять перевод с головы на скорпус у него был и ушел. Не видел я тебя, не чувствую. Хорошо, сейчас. Он сейчас попал. Да, это не нокдаун, это просто оступился. Да, да. В позиции. Ну и сейчас рейферы завязывают швырки. Махмуду, видимо, не очень крепко завязали в углу. И больше продолжат. Ты же молодец, ты же идет вперед, вперед. Просто пока не так много он может противопоставить своего оппонента, на мой взгляд. Но однозначно, да, идет вперед, пробует. Ведь, как говорится, мы боксируем так, как нам дает наш соперник. И пока Ислам немного дает своему оппоненту. Не сказать, что бой односторонний, но мне кажется, чуть-чуть поточнее будет Ислам. Сам техничный. И техничный, и хорошо встречает. Да, да, да. И поехали. Бодрее начинает этот раунд Махмуд. Понимаешь, что надо забирать. Опа. Вот хорошо, он сейчас двойку вставляет в голову Ислама. Немножко, думаю, заэмоционировал Ислам после обычного удара. Может быть, Ислам. Опа, опа. Размаш, там работать Ислам очень. Давайте подступаем, полица. Ну я отмечу, что в этом раунде Махмуд случился. Да. Ой, хорошо. Это хорошая нога. Глаз к печени. Порядок хорошая нога. Услышали мы даже здесь шлипок. Даже говорим, что сам жестко попадает. Попадает, хорошо тоже. Опа. Сам хочет забрать. Да, да, да. Этот раунд. Завелись бойцы попадания. И это нокдаус. Не, а уйдем нокдаус. Останавливайся, ничего не плачь. Но имени немножко собранные работа Махмуду. Ведь до конца этого боя осталось не так много. А он хочет до конца драться, просто зачем? Останавливайся. Нет, пока еще не настолько декласс, чтобы останавливать, на мой взгляд. Да, действительно, по мастеровите смотрится Ислам. Но это все какой бой нам дарят эти бойцы. Постоянные движения. Удар по корпусу. Немножко сбавил темп Махмуд. Видит Ислам все удары и показывает, что слишком видно этот удар. Как будто пронесся он далеко от его глаза. Он проследил его направление дальше. Такой небольшой охот в боях, так сказать. Ну и концовка. Это не молодец. До конца видишь, как ты ее все. Однозначно. Все? Как тебе бой? Молодец, молодец. Очень крутое бой. Много уклонов, много точных попаданий. Много красоты бокса вы показали. И победу единогласным решением судей одерживает Ислам Думанов. Много красоты. Редактор субтитров. Это твоя вторая победа за сегодня. Вторая была более убедительная. На самом деле, очень красивый бой показали. Думаю, большинство зрителей обратили внимание на то, что ты очень жестко, агрессивно прешь и дерешься. Что скажешь по поводу этого боя? Те зрелища намного больше. Почему? Потому что оппонент, который согласился, намного больше что-то делал, чем первый. Магомон Киргизский, спасибо тебе большое, что на таком коротком уведомлении вышел против очень сильного боксера. Расскажи про свои эмоции. На самом деле, я очень счастлив. То, что я вышел не против мешков, я вышел против сильного бойца. Я еще вернусь, вернусь сильнее. И хотел бы сказать, я вешу не 70, я вешу сейчас в данный момент 65. Ты говоришь, что 65 весишь. Представь себе, человек, который 600 грамм, кушал за сутки, не хавал, бой провел, одно финики, похавал, там сидел. Все, большое спасибо, мы ждем тебя. Это противостояние ожесточилось на конференции перед боем. Они обещали наказать друг друга в ринге. Сейчас мы это увидим. Поединок по правилам бокса в перчатках ММА. Первым в октагон приглашается Шамистан Имамов. Я уверен в том, что я просто разнесу эту сцену. Я просто в этом уверен. У меня в физическом плане все изменилось. Я стал очень крепче и выносливее намного. Я даже буду брать больше выносливостью и силой. Я просто думаю, что это будет досрочная победа. Мои цели в Копу ММА это стать номер один. Я в этом не сомневаюсь. Я уверен в этом. Потому что я делаю все необходимое для этого. Я думаю, что я даже буду выше. Когда стоит напротив меня соперник, я не думаю, что это проходной или нет. Это мой соперник. Уважать того человека, который хочет меня побить перед моими близкими. После боя, возможно, да, мы дадим по рукам. Но это бой. Как бы я не лицемер, чтобы говорить, я тебя люблю, а потом говорить, давай мир. Нет, я говорю так, как у меня все есть. Если я пройду этот бой, мне никто не нужен. Пускай я буду нужен остальным. Очень перспективный трэш-токер нашей лиги хайп-файтинг. Наш новый Конор Макгрегор Шамистан Иману. Его соперник Альберт Егезарян. Я хочу, во-первых, добиться чего-то по ПММА, заработать себе большое имя, которое за счет этого потом мне поможет помогать людям. Хочу что-то после себя оставить такое, что сделает немного проще жизнь людям. Например, благотворительностью заниматься. В 16 лет я первый раз выступил на чемпионате мира по грэпплингу. Там стал вторым. За счет того, что мы с одноклубником встретились в финале, я отдал победу ему. Все в основном думают, что я его проходной соперник. Если он так думает, то дай бог ему здоровья. Альберт, КМСник по ушу санта, призер чемпионата мира по грэпплингу. Ему всего 18 лет. Дебютирует в ПОП-ОММА. Альберт Егезарян. Рефери в клетке Дмитрий Волуевич. Парни, правила знайте. Внимательно слушаю мою команду. У вас три раунда по две минуты. Покажите красивый, главное честный бой. Руки пожали. Посмотрим, что нам покажут эти бойцы уже в самом поединке. Итак, первый раунд. Смотрим. Ой, хорошо. Сейчас Шимистан сразу правым оверхендом начинает. Двигаются, постоянно двигаются бойцы. Джебом, Джебом встречает Шимистан своего оппонента. Но это не иногда он оступился. Поэтому и не отчитал рефери. В движении находятся бойцы. Опа-па. Шимистан налетает на своего оппонента. Клинчуется. Боец из Армении. И Гизарян Альберт. Постоянно пытается на ногах работать. Шимистан, но при этом несколько раз он сейчас пропустил. Я думаю, что рич, длина конечности и размах рук на стороне Шимистана. Но не всегда он держит руки у головы. Как бы это не сыграло злую шутку. Вот, попал. Сейчас неплохо встречает своего оппонента Е-Гизарян Альберт. Хорошо еще по корпусу пробивает Альберт. И видим мы то, что пока немножко больше стало получаться у бойца из красного угла. Но явно фаворита пока сложно определить в этом бою. Да. Нашел. Да, постоянно идет работа. Хорошо на джебе. Сейчас Шимистан попробовал держать своего оппонента. Но получилось ли у него это, мы скоро увидим. Клинч. Я думаю, уже скоро подойдет к концу первого раунда. И Е-Гизарян по-прежнему призывает своего оппонента к ближнему бою. Еще один клинч. Попадающий местам. А вот уже стиля была. Что я хочу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Левого бокова пропускает Сам по шталю попробуй, хорошо? Осталось нормально На пол, не левого бокова Здесь уйти слишком движения не делай На пол, не левого бокова Давайте, давайте! Я думаю, здесь оба духовитые Не, оба духовитые, я залил, говорю Хорошо, сейчас сократил дистанцию Шамистан Но пока без результата Оба молодцы, делай, нормально Никто никого не отступает Постоянно подергивает Боец из красного угла Пробивает два боковых Шамистан, но мимо Ой, а вот тут попадает плотно попадает Шамистан Держится его оппонент Да-да Ну смотри А тут уже попадает боец из красного угла Один Дигизарян Хороший бой Да, и вот сейчас несколько ударов по корпусу мы еще наблюдали Один Дигизаряна И провоцирует он своего оппонента Да-да-да, он продержался вообще Да-да Я думаю, что Дмитрий Валуевев сейчас призывает Шамистана не нагибаться И не наклоняться так низко Тного оппетит Джеб Дюргаю, дюргаю другубой бойцы Еще один джеб от Шамистана Ключуется Опа! Бросок! От Ягизаряна. А там можно что ли бросить в бой? Нет, конечно. Главное, чтобы не травмировался его оппонент от этого броска. Особо такой бросок. Слабо упал он. Бал слабо, но как минимум здесь это запрещено. Запрещено. И могут снять бал. Бывает сейчас. Я думаю, сейчас это было первое предупреждение, а дальше могут снять бал. И мы знаем, что если снимают бал, то если ты выиграл бой 10-9, то он будет 9-9. Итак, думаю, сейчас у нас продолжится второй раунд. Видимо, болевой импульс на лице Шамистана. Непонятно, что будет дальше. Перекрикиваются лежа с собой бойцы. Видно, что есть какая-то личная неприязнь у ребят. Прошел мимо нас сейчас Харун Базиев. Храс тот боец, который сегодня в главном бою разыграет Борсадаса. А бой не деребится. 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 Но что-то неважно, как будто себя чувствуешь и местам. Сейчас посмотрим. Продолжит ли он. Вот уже врач вышел в октагон. Да, продолжит. Там еще дополнить. Держится он. Как я думаю. Он за левый бок. И бой продолжается. И так смотрим продолжение второго раунда. Шамистан налетает из его соперника, как и в начале раунда. Но пропускает. Пропускает. Потому что летит с открытым, как говорится, забралом. В то время, когда его оппонент лучше чувствует дистанцию. Хорошо. Сейчас Игизарян пробивает левый сбоку. Постоянное движение на ногах. Хорошо. Пробивает серию Игизарян, но пока мимо. Демонстрирует то, что соперник так же пробивает мимо. И вот сейчас хорошо. Левый бокал закончил серию. И правый прямой. Показывает отбег удар по затылку, но сам так сбежается, что удары невольно прилетают. И заканчивается этот раунд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Левой рукой его надо провоцировать. Когда он у тебя пойдет, надо его провалить и встретить. Понял? Ты хорошо провалишь, но не встречаешься. Надо проваливать. Левой рукой, но надо его провоцировать на атаку. Сам первый атаку. Поехали. Третий раунд. Смотрим. Игизарян занимает центр, очень открыто пробивает Шамистан. Соперник все видит. На легких ногах работает Давид Игизарян, а Шамистан на более плотных. Джеб от Шамистана. Встречает Игизарян. Хорошо. Сейчас Шамистан попытался пробить. Встречает оппонента. Какая-то причина. Ой, хорошо. Отсчитывает рэпери Магдау. И Шамистан пытается показать, что не было. Не было потери контроля, но все-таки Дмитрий Валуевич открыл счет. Поехал, поехал. Да, очень бурно реагируют зрители на этот бой. Хорошо, сейчас встречает Игизарян. Сейчас подбирает Игизарян свою позицию, чтобы нанести удар. Пытается он именно войти в ближний бой. И ему здесь комфортно. Ну, а боец из синего угла, на мой взгляд, в третьем раунде действует менее эффективно. Не знаю, сказывается ли это функционалка. Раздергивание постоянное. Пытается Альберт Игизарян подпереть своего соперника. Несколько эффективных атак проводит. И десять секунд в третьем раунде. Кто же? Кто же заберет в концовку? Сейчас что-то будет. Обычно в конце входят в открытый бой бойцы. Единогласным решением судей победу одерживает Альберт Игизарян. Альберт Игизарян. Ты самый молодой, наверное. Боец нашей лиги. Очень красочно зашел. Расскажи про свои эмоции. Эмоций особо никаких, пацаны. Хочу сказать. В лет 16 в любителях у меня еще жестче бои были. Это так. Проходной пацанчик. Дальше будет лучше, парни. Ждите. Еще один маленький подарок нашей бумажной принцессе. Бумажной принцессе, бумажную корону. Оставь, оставь, братуха. Жопу потом вытаришь. Нормально привык уже. Альберт, у меня для тебя хорошие новости. Наш партнер Бистокс и в лице владельца Аруто, он решил выделить тебе 50 тысяч рублей за очень крутой бой. Было на самом деле много сказано. Было много трештока. Было круто и интересно. Сто процентов. Начал ты, кстати говоря, хорошо, но закончил не так хорошо, как начал. Что скажешь по поводу боя? Чего вообще не хватило? Я хочу в первую очередь сказать этому Альберту. Дай его. Альберту пускай на жопу себе поставит корону. И я подмажу его. Потому что он, наверное, долго думал, как ответить мне. Я его словесно просто съел. Я его съел. У него глаза дрожали. Он не знал, что мне ответить. Он будет спуган. Я даже дома думал, мне его жалко. Я его унизил перед всеми. Да, проиграть может каждый. Я проиграл. На самом деле, на ноябрь, ну сейчас в декабре, на ноябрь я не был. Меня уговорили сюда приехать. Я знаю, что такое простой. Вес 10 килограмм, не свой вес. У меня 60 килограмм вес. И поэтому я знал, что мне нужно хотя бы готовиться 5-6 месяцев до пика. Но я как мужчина приехал сюда доказывать. Я думаю, если бы не нокдаун, я выиграл этот бой. Я верю, что я выиграл этот бой. Я знаю, что я выиграл этот бой. Нокдаун мне засчитали, но это не считался нокдауном. Я встал, я сказал, что я подскользнулся. Это не было нокдауном. Почему мне нокдаун здесь? Почему мне засчитали нокдаун? Я не проигрывал этому маленькому коротышке метр с кепкой. Я вернусь, я его размажу. Я размажу остальных. Я этого своего соперника размажу, который был. Я буду на вершине. Подождите, подождите. Я буду на вершине. Просто подождите. Просто подождите. Я знаю, что я говорю. Мы тебя похлопаем за такие слова. Я знаю, я всегда уверен. И то, что... Извини, Ахаб, я скажу кое-что. То, что я уверен в себе, это не минус. Да, я делаю треш-ток. Это даже не треш-ток. Это то, что я думаю о себе. Вы меня порицаете. Вы меня ненавидите из-за того, что я уверен в себе. Что за бред? Я уверен в себе. Даже если я проигрываю, я уверен в себе. Шамистан, на самом деле, у тебя уже два поражения подряд. Но после таких красивых слов мы тебе еще бой хотим дать. Я готов принять любой бой. Мне нужно просто время. Я не знаю, в следующий или потом. Я сам напишу, когда я буду драться. Но обязательно подерусь. Я подготовлюсь. И я покажу. Если бы не этот нокдаун, я выиграл этот бой. Я в этом уверен. Я в этом уверен. Я выиграл этот бой. Спасибо, Шамистан. Всем привет. Я Тимур. Это я монтирую выпуски в хайп-файтинге. Я приношу свои глубочайшие извинения перед всей аудиторией хайп-файтинга за такие долгие сроки выпусков. Когда вышел выпуск, я прочитал абсолютно все ваши негативные комментарии по поводу сроков. Это просто был самый худший день в моей жизни. Но я хочу, кстати, выразить огромную благодарность сообществу YouTube за то, что они отменили дизлайки от своего лица. Да что там от своего? От лица Ахмеда Крика, Никиты Солонина, Даниила Эльбаева, Артем Тарасова. Хочу сказать, что вы не переставали нас смотреть. Мы стараемся только для вас. И ровно через неделю ждите новый выпуск хайп-файтинга. Можем перезаписать тот момент, когда я говорю ровно через неделю. Потому что не факт, что через неделю. Дорогой зритель, не переставайте нас смотреть. Выпуск вас будет ждать совсем скоро. Господи, какой совсем скоро? Кого я обманывал? Все, я не буду сниматься. Почему это брат? Да они меня сожрут! Я Асхабу скажу. Только не звони Асхабу. Продолжаем. Хочу назвать причину, почему выпуски хайп-файтинга выходят очень долго. Да все очень просто. Потому что монтирую я выпуски на этом компьютере. Pentium 5, что вы понимаете. Холды поймут. И сразу хочу сказать, что если я продолжу монтировать выпуски на этом компьютере, ну тогда выпуск выйдет в следующем году. Слушай, когда уже выпуск выйдет? Просто Юсуф, поймите меня правильно, но мне нужен новый ноутбук, а у меня нет денег. Зарегистрируйся на Бистокс и заработай себе на новый ноутбук. Бистокс это надежная криптовалютная биржа, где ты можешь купить любую криптовалюту. При регистрации по ссылке в описании и введении промо-года Hype, Бистокс дает тебе 2000 рублей. Покупайте свой первый биткоин на Бистокс. Вау, круто! Вот это да! Спасибо Бистоксу! Теперь выпуски будут выходить намного быстрее. Сейчас будет поединок между двумя бойцами, которые просто ненавидят друг друга, которые на конференции несколько раз передрались друг с другом. Первым, извините, я хочу пригласить Фарида Едулаева. Я известный трэш-токер. И сейчас у меня выпал шанс такой побиться с Юсупом Алипхановым. Я слышал то, что он наказывает всех трэш-токеров, но думаю, я не тот трэш-токер, которого он окажет. Подтянул функционалку, но я рассчитываю не тянуть и три раунда с ним не работать. Закончить во втором. Ну, давление перед боем есть всегда, конечно. Мы с ним сделали неплохой трэш-ток на прошлой конференции. Мы вышли на улицу, поговорили. И, как сказал там Ахмед Крик, и сейчас все говорят, что я там извинился на улице. Такого не было. Я не извинялся. Единственное, что я сказал, то, что после боя я за одно слово тоже сказал. Я как бы оправдаюсь, но не буду извиняться. Юсуп, он, как я знаю, он по ММА готовился всегда. Но с кем он боксировал, это, ну, честно, не его уровень был. На самом деле, после последнего боя очень много поддерживают азербайджанцев. Так что большое спасибо вам. Городу Саратову – это мой родной город. Спасибо вам за поддержку. Я вас не подведу. Болейте за меня. Держите кулачки. Жесткий трэш-токер, который успел провозгласить себя королем поп-ММА. Мастер спорта по кикбоксингу. КМС по боксу. Фарид Едулаев. Ну что, вызываем его соперника. Юсуп Алибхана. Меня зовут Юсуп Алибханов по прозвищу Золотой Хишник. Он говорит, что он хороший боксер. Я не боксер, я вольник. Так что я покажу хасовскую школьную вольную борьбу только уже на руках. Всех, кого он там нокаутировал, ноунеймом, там, Тони Фергюсон, который с его команды, у которого 0-4. Рекорд. Смешно просто. Азиз Хану проиграл. Парню, которому он в последний бой дрался, он как колхозник там дрался. Мы поработали над выносливостью, над техникой. Сейчас я заряжен, так что завтра я буду его уронять. Всем, кто за меня болеет, с моей республики, с Чечни, с Дагестана, с Ингушетии, с Москвы. Всем ассалам алейкум, пацаны. Держите за меня кулаки. Иншалла. Я выиграю завтра. Рекорд Юсова-3 победы, ноль поражения, двукратный чемпион Москвы по боевому самбу. Чемпион России по боевому самбу. по рукопашному бою. Рефери в клетке. Александр Сидорин. Вальцына Средина. Парни, правила знаем, не нарушаем. Слушаю внимательно мои команды. После команды Стоп не работаем. Уважаем друг друга. Показываем красивый, честный бой. Пожарим руки. Стоп-ро. Евгений Адисей основал ее. Такая сильная бойцовская команда, где бойцы и на голых кулаках, и по ММА выступают. Итак, первый раунд смотрим. Фарид пока занял центр октагона. Оба бойца достаточно мастеровитые. И у них прослеживалось, что на пресс-конференции, что вообще перед боем личная неприязнь. Ну, посмотрим. Скорпус он начал Едулаев. А сейчас Юсуфу делал предупреждение, что нельзя бить локтем. Едулаев опять в центре октагона. Мы знаем, что очень мастеровитый Юсуф. Хорошо он встречает своих оппонентов. И в этом бою нужно не моргать. Хорошо с боковым заходит Едулаев. Бьет на отмышь Юсуф. Постоянно раздергивает друг друга бойцы. Пока сложно определить, в чьих руках инициатива здесь. Мы напоминаем, что это бокс три по две. На самом деле, в таких перчатках это достаточно большой темп боя. А че у Юсуфа на плече? Я думаю, что это на спине. У него тейп, который помогает от растяжения. Слушай, мы большую поддержку Юсуфа Алипханова. Но мы знаем, что большой такси базы по-насски обладает и сам Фарид Едулай. Ну как тебе раунд первый? Пока что стучина. Пока мало удара. О, пошел, попал. Удара есть, мало попаданий. Постоянные раздергивания с обеих сторон. Не рискуют сильно бойцы. Только заходят в клинч, сразу клинчуются. Чтобы не пропустить лишнего. Очень опасно сейчас головой. Исуф борьбу хочет. Поклоняется Исуф, да. Видно, что навыки борьбы у него есть. Но здесь бокс. Бороться тут нельзя. И все, заканчивается певараул. Сам начинает. Сам джеба начинает. Сам окна путевы. Раздергиваешься. Не застаиваешься. Да. Город уже. Сразу по коробу. Видишь, хорошо? Он подсаживался. Правый снизу джеб дёрнул. Правый снизу – левый сбор. Выдох. Выдох. Вдох. Стал. Джеба. Джеба. Начинает. Видяся, видяся, всё время нога. Не застаиваюсь. Не застаивался. У нас начинается второй раунд. Хорошо, если попадает Юсуф по своему оппоненту. Да, попадает Юсуф. Развергивает Фарид. Постоянно футворк, что у одного и другого. Я думаю, хочет Фарид Едураев поддержать своего оппонента. Попал, попал. И очень хорошо сейчас встречает Юсуф. Ну и несколько ударов в клинче мы наблюдали от своего Фарида. Да, как мы уже подмечали, что навыки борьбы у этого бойца есть. Да, если борьбы там вообще супер. Хорошо, сейчас. Молодец Юсуф. Вкусно, Юсуф. Двигаются, постоянно двигаются бойцы. Хорошо, сейчас встречает Едураев с его оппонентом. Ну, тот тоже, вы же, за счастье нормально. Хорошо встречается Юсуф, но иногда очень открыто идет и держит голову низко. Вот таким моментом. Я тоже называю, голову низко держи. И голову низко держи. И застаивается в позиции. Бывает такое. Небольшой размен. Пока оба бойца контролируют полностью дистанцию. Постоянное раздергивание мы наблюдаем. Ну и кто же, кто же заберет концовку? Опять сейчас налетел Юсуф, но очень открыто. Мы не почувствовали. Немного точных попаданий мы в этом бою пока наблюдаем. Я думаю, что... Сочи, в том числе недели, Я делаю. Взять в коксом, Провалил. Провалил здесь. Сеть в коксом. Сеть в коксом. Прямые. Ни разу не по крайней мере. Прямые cut. Джеба тоже хитаял. Джеба тоже хитаял. Он всегда заканчивается. Правда, здесь тоже. И с Кокосой тоже. Правда, здесь тоже. Правда, здесь тоже. Сколько сейчас? Живот, переведите. Живот, голубь, живот, бос. Живот, бос. Он ничего не может и не выжить, он не делает. Вот не надо. У нас сейчас начнется третий раунд. Я думаю, возможно, этот раунд будет решающим в этом бою. И тут надо обоим бойцам сейчас проявиться. Обоим бойцам сейчас проявится. Летит Юсуф к своего оппонента. Хочет он всеми силами принести победу своей команде 100 бро. Посмотрим, удастся ему это. Если борьба была, то я думаю, бабула Юсу. Возможно, Юсуф бы выиграл, но здесь все-таки бой у нас по правилам бокса. Думаю так, я не знаю. Сейчас встретил на джем Едулаев. Подключает чулок Едулаев. Подключает чулок Едулаев. Показывает то, что не было попадания. Видишь, это видно. Борьбу знаю, и все. Борьба была. Но это бокс. Тут борьба не идет в счет очков. Это бокс. Постоянные, постоянные раздерглили с обеих сторон. Постоянные, постоянные раздерглили с обеих сторон. Не можно осторожничать бойцы. Понимаешь, что опасно вот так вот налетать друг на друга. Атака от Едулаева. Ты же молодец. Ты же молодец. Ты же молодец. Оба хорошо. Оба хорошо. И при этом не видно, что кто-то просил функционально. Немножко даже болельщики заглушают наши голоса. Большая вовлеченность в этот бой у зрительского зала. Вот здесь Едулаев, по извращениям, Иисус. Иисус Аликханов попал. Причем попал хорошо. Атака от Едулаева. Попадает Едулаев. Прихват за корпус. Там правой рукой немножко поработал Едулаев. Хороший бой. Концовка. Ну что, кто же? Тоже заберет этот диетинок. Пошел. Пошел. Встречает, по извращению, Едулаев. Работа в небольшом прихвате от Есуфа. И все. Концовка Есуф забрел, да? Очень крутой бой. На мой взгляд, равный бой. Победу в котором единогласным решением судей одерживает Фариде Дулаев. По поводу этого боя скажу то, что большое уважение к тебе и к твоему народу, и вообще, в принципе, ко всем. И то, что я сегодня показал, я это и запланировал. Держать тебя на дистанции. Что ты скажешь по поводу боя? Чего ожидал, чего нет? Я пришелся драться по правилам ММА. Я не боксер. Я пришелся по ММА драться. Эти ребята боятся со мной по ММА драться. Вы знаете, что я за минуту вас здесь просто растаскаю по этому камазу. Ты готовь мне полгода к ММА позаниматься, я тебя и по ММА выиграю. Какой полгода? Ты что, прикалываешься, что ли? Я никогда в жизни. Хорошо, хорошо. Я тебе дам полгода. Давай, если ты через полгода. По ММА давай, вот. Фарид, честно, полгода, чтобы потянуть борьбу, это нереально. Тот, кто спорил с Альфредом на 150 тысяч, можно его сюда вызвать? Ну ладно, если он там, Альфреда выиграл. Альфреде 150 тысяч. Будь добр, дай. Я прокомментирую. Это не значит, что я за кого-то болел или за кого-то нет. У меня есть друг, с которым мы постоянно спорим на деньги. И вот сейчас так случилось. Это наш боец, который выиграл уже два боя. Сегодня он тоже дрался. Я вот здесь встретил Азизхана. Мы с ним поговорили. Он готов драться со мной, если вы его убедите в этом. Азизхан, ну давай, заходи. Я готов сейчас же стердаун сделать. Январь, февраль. Азизхан, если не боишься меня или боишься? Слава Малейкум, приветствую всех. Если бы я кого-то боялся, я сюда не поднимался и вообще не занимался бы. Бой с тобой, не с тобой, с любимым. Просто вопрос гонорара. Обращаем к Альфреду, если меня устроит гонорар, я готов драться с любым. Азизхан, есть такой момент, что за определенного соперника определенный гонорар. Чем соперник сильнее, тем, наверное, гонорар больше. Я правильно говорю? Ну, по логике. Это будет обсуждать с моим менеджером. Хорошо. Я гонорарин. Мне кажется, за Ибрагима ты попросишь очень много. Реванш можно? Давай, стой, стой. Через два месяца реванш. Сдашь мне? И реванш, возможно, и новые соперники. Все возможно. Вопрос деньги. За меня он попросит пару лямов, наверное. Потому что он боится. Он знает, что может проиграть. Вот. В чем вопрос. А я готов бесплатно с ним драться. Мой гонорар отдайте ему. Главное, чтобы он сюда вышел. Хорошо. Давайте сделаем стердам. Что скажете, Хан? Лично мне этот бой очень интересен. Переходим к следующему бою. На первом турнире хай-файтинга Шоухал Чурчаев, который сейчас у нас будет драться, одержал досрочную победу над Азаматом. И сейчас одноклубник Азамата пришел мстить. Итак, первым в октагон приглашается Инал Алхасов. Я слышал, что мой одноклубник из моего города, Азамат Дешеков, проиграл Шоухал Чурчаеву. И за этим я пришел попытаться исправить эту ситуацию. Если у меня, конечно же, получится по воле Всевышнего, я покажу, на что я способен. Занимаюсь спортом. Я 8 лет. Я мастер спорта по боксу. Неоднократный призер чемпионата России по боевому самбо, по ММА выступал. Ну, я его как бы сам лично не знаю с Шоухалом Чурчаевым. Никаких неприязней у меня к нему нету. Только спортивный интерес и все. Шоухалу покажем красивый бой по воле Всевышнего. Надеюсь, обойдемся без травм и я иду за тобой. Он пришел отомстить за своего одноклубника. Мастер спорта по боксу. Призер чемпионата России. Чемпион СКФО по боксу. Финалист чемпионата мира по боевому самбо. Приглашаем его соперника. Шоухал Чурчаев. За эти 22 лет мне никто не мог отомстить и спросить. Так что я думаю, интересный поединок будет. На этот бой я вообще по-другому готовился под руководством в Карелии. Топ-тем. Эмиль и Эльвин. Братьям хотел Баракала сказать Омару, Мансуру, Эмилу, что они поддерживают подготовку. На этот раз увидите другой урок. Я человек свободный, где я хочу, куда я хочу, еду. Как мне покайфовать, живу. Лишние вещи я себе не позволяю. Главное, чтобы достойно в любой момент прошел. Ищу себе жертву, танку, табакцу. Понести хорошее копейки. Такого у тебя сказать, чтобы такого особо ничего нету. В бою видишь мое лицо такое грязное и все. Увидимся. Боец Урус Мартана по прозвищу Оборг считает себя номером один в ПОП ОМЭ. Шоухал Чурчаев. Рефовец Телецкий Дмитрий Володевич. Бойцы на середину. Парни, правила знайте. Внимательно слушаем мою команду. У вас три раунда по три минуты. Покажите красивый, главное, честный бой. У него его оппонент Алхасов Инал. Он в синем тейпе. Итак, смотрим. Черчаев это боец-стоечник. Помним мы, какой бой он закатил на одном из прошлых ивентов. И вот вспоминается очень многом его ударов коленями. Флайни, как это еще называют. Когда он прыгал коленом в голову. Зажимает у своего оппонента. Оппонент его в самом начале пробовал провести тейкдаун или сделать зацеп, но не получилось. Черчаев достаточно уже опытный. Я думаю, это те бойцы, которые смогут в перспективе пробовать себя в очень больших и, возможно, зарубежных лигах. Как раз то колено, о котором я говорил, хотел сделать Черчаев. Пробивает он левый хайкик на выходе. Динамичный бой сразу. Да. Вот как сейчас сразу после левого оверхэнда продолжает. Суширый. Нет, красный посильнее. Это уже вот. Шавхау, Черчаев. Однозначно известный боец. Уже. Показывает он в перфомансе в ринге. Даже если проигрывает, то проигрывает ярко. Да. Однозначно. Попытка вертушки от Черчаева. Пока Алхасов-Инал еще не подобрал свой темп, свою дистанцию. И поэтому немножко сумбур мы наблюдаем от него. Не просто ему дается остановить натиск Черчаева. Но, как бывает обычно, возможно, нужно просто пережить начало. Было здесь попадание с разворота. Не знаю, что он акцентирован, но было. Я смотрю, обратно еще дольше. Зажимается Алхасов-Инал. Не все у него проходит. Поддерживает зал бойцов. Яркий раунд. Да, да, очень. В основном в исполнении Черчаева, но хорошо. Молодец, да, молодец. До силы работают, уверенно. Да, уверенно он берет. Пока немножко чувствуется класс в различии в оппонентах. Шею взял, смотри, шею взял. Смотри, ше я взял. Да, но не заправил ноги он пока. Посмотрим. Он виташит его. Виташит. 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 А вот здесь вот одной ногой пытается захватить, но мне почему-то кажется, что уже не в опасной позиции находится Черчаев. Да, вот мы сейчас видим. Ушел он с гильотина, но я думаю, что там особо гильотина-то и не пахнет. Вот так можно, конечно, отдохнуть чуть-чуть наверху. И потом встать. Конечно, некоторые элементы используют бойцы для отдыха, но мне кажется, что пока еще не очень сильно устали. Ну, вообще, секунд 7-8. Однозначно. 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 Немножко побыть в отсутствии статического напряжения. Постоянное движение от бойцов. Здесь вот работа от Черчаева. Вот позиция сверху. Заканчивается первый раунд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Оба бойца двигаются вправшие. Лоу-кик от Черчаева. Причем в район Олера. Хай-кик. Я думаю, что возможно сейчас рэферий все останавливает бой. Яркая победа. Очень яркая победа. В втором раунде техническим нокаутом победу одерживает Шоухалл Черчаев. Как я в свой последний бой поиграл в Лима-Мию? После этого меня что-то не считают нормальным бойцом здесь. Я здесь по-моему, король, гангстер. Любого размажу. Разницы нету, я готов с любой выходить. Я здесь первый номер, а Лима-Мию пускай или лаж посмотрят. Я готов с любым бездравиться. Шоухалл, первый вопрос. Почему ты вышел не наше шорта? Это называется хай-файк, ты вышел в ACA. В первую очередь мне никто не подошел, чтобы я шортик одет. Я просто одет, если кто-то подошел бы и сказал бы, что надо шортик одеть, никаких проблем не было. Тебе владелец Бестокса орут, за наглость выделяют 100 тысяч рублей. Подожди, подожди. 100 тысяч это что-то за чай не хватает. За наглость. За наглость, это второе счастье, за аккаунт бонуса. Чуть думаю, сверху даже 300 договорились, все нормально. Просьба вам большая. Мой очень близкий брат, Телекарев Харид, давно тренируется, со мной ходит. Так как он поиграл, хотел, чтобы этот бой состоялся. Сделайте этот бой, дайте Иналу Хариду, давай. Братуя, будет зрелищик, чуть-чуть тоже им поднимите. Давай, давай. Подожди, а тебе может подумать, восстановиться? В любое время могу с ним выйти на руках. Даем добро, ребят. Давай, давай. Юсуф, почему ты грустишь? Ёлку нечем украсить. Друзьям надо купить подарки, родственникам. Денег нету. И вот нету новогоднего настроения. Я знаю, кто тебе поможет. В описании есть ссылка, перейдя по которой, ты получишь праздник от Винлайн. Зарегистрируйся с промокодом HYPE и получи фрибэк 2000 рублей, без условий и депозита. Этот фрибэк ты можешь приумножить сколько угодно раз и забрать выигрыш. Потому что Винлайн – это букмекер без фокусов. Ва-я, Винлайн, это чё такое? Спасибо тебе за новогоднее настроение. Юу! Ну что, ребят, наконец-таки мы до этого дошли. Финал нашего звездного гран-при. На кону стоит не только машина, но и миллион рублей от Бистокса. Но и звание лучшего ударника в поп-ммэй. Ни у кого из них нету права отступать. Поэтому нас ждет настоящая война в октагоне. Эмиль Наврузов против Харуна Базиева. И приглашается первый финалист. Встречайте, Эмиль Наврузов! Победа в этом финале гран-при для меня очень многого значит. Честно говоря, так же, как и другие бои. Но этот бой очень принципиальный для меня. Люди, которые называют тебя братом, до того, как им попадается шанс проявить себя, пользуясь тебя, они забывают все это слова, братство и тому подобное. И из-за этого очень принципиальный этот бой для меня Харуну. Я плохо не отношусь. Отношусь к ним очень хорошо. Я понимаю, что молодой, амбициозный парень. Попался шанс, хочет что-то сделать. Но, к сожалению, у него ничего не получится. По воле Всевышнего победа за мной. Как Рой Джон сказал, 1% таланта, 99% труда. Я отпахал. Я готов. Я слышал, что все говорят, что я боюсь, я не хочу уходить на ринг, я трус. Ну да, руку травмировал, ничего страшного, заморожу, выйду. Я вижу, что в финал гран-при Хаккора повторяется. Они хотят тянуть того, кто им выгоден. Все составят свои планы, но забывают, что у Всевышнего есть на все свои планы. И я верю в того, кого не вижу, когда смотрю на небеса, и кого вижу в зеркале. Мастер спорта по боксу из Азербайджана, отдающий всего себя в каждом поединке. Он обладает невероятной волей и характером, что и привело его в финал гран-при. Гран-при, где он одолел Ахмеда Эдельбиева и Мурадбека Косымбая. Эмиль Наврузов. Второй финалист гран-при Харун Базиев. Когда я вошел в этот гран-при, я в себе уверен был. То, что если я буду тренироваться, готовиться, что тут у меня очень большие шансы забрать это. Я уверен был в себе. И эта уверенность мне очень помогала. И помогает по сей день. И я думаю, в финале то же самое будет. Я буду Амбердогом, мне придется доказывать обратное. Я это сделаю. Моя жизнь, честно говоря, особо не изменилась. Просто я медина чуть-чуть вырос. По улице еду, кто-то может подойти и сфоткаться. Вот я как бы этим доволен. И буду продолжать в том же духе радовать своих болельщиков, фанатов. Как я выиграл Арби, у меня уже финансово проблем не было. И я как бы уже начал распределять свои финансы в правильное русло, так скажем. Вот мне, например, помогает человек, который меня, можно сказать, собрал по частям, так скажем. Это мой брат, тренер, за фиршу чай. Я благодарен ему. Уверенно могу сказать, что я оправдаю его ожидания. И я сделаю все. Я оставлю себя там. У нас с Эмилем вообще связывает только один человек. Это Джабраил Илеков. У нас вообще познакомил Джабраил. И я с этим человеком, все говорят, у меня с ним братские отношения. Ну, как бы не было, как бы братские, это просто человек близко общается с моим близким братом, так скажем. Поэтому у меня к нему, ну, такие были отношения, да, больше, чем знакомый человек. Я не знаю, этот человек перешел на личности, там назвал лицемером, там. Мне кажется, он за эти слова очень сильно пожалел. Он понял то, что он перешел на личности уже. Это уже, как бы, не спортивное поведение уже, так скажем, да. А то, что он меня назвал лицемером, если будем раскачивать насчет лицемерия, я уверен, что этот разговор он не вывезет. А то, что он говорил, я газовал на Калмыкова. Почему так получилось? Потому что этот человек вызвал Калмыкова, а я просто поддержал этого человека, Джабраила. Я не Эмиля поддержал тогда, я не за Эмиля газовал. Я газовал уже за своего брата, Джабраила. А он, не знаю, почему-то подумал, что я занял газу. У меня нету сейчас к нему никаких отношений сейчас. Это уже сейчас в октагоне все решится. Все точки поставим в октагоне. То, что было сказано уже, ну, он же сказал свое. Это бой для меня важен как и в спортивном плане. И я просто хочу решить свой вопрос в октагоне, поставить все точки. Ну, я попросил зрелище. Я сказал, четыре раунда сделай. Эмиль не захотел. Хоть шесть раундов. Я в пиковой форме сейчас. Если вот сейчас возьмем, да, арби, то, что я в третьем раунде там показал, я не был в форме. А сейчас я могу уверенно сказать, если была бы у меня такая форма, как сейчас, я уверен, этот экстра он до конца не вывез бы. Я уверен, что я покажу зрелище. Потому что в такой форме я еще никогда не был. Честно говоря, когда я уже с арби готовился, я в голове готовил себя к Марату. Не к арби, а к Марату готовил себя. Я, честно говоря, Марата не хотел. Бой, ну, видишь, как бы машина стоит на кону. И вообще, я думаю, там ничего не должно быть. Это как бы клетка, спорт. И мы просто друг другу показали, так скажем, спортивные интересы. Марату я на пресс-конференции тоже сказал, что я со своего гонорара хочу ему выделить 100 тысяч. Что у него там челюсть, у него задетый нерв. И сейчас будет делать операцию. Я хочу ему пожелать крепкого здоровья и чтобы он встал на ноги и продолжил свою карьеру. Эмиль, помнишь, я говорил, что я обещаю, что я тебя сильно бить не буду? Так вот, я передумал. Я обещаю, что я тебе сделаю максимальный урон. Боксер из Кабардино-Балкарии, который провел более 500 боев. На своем пути он одолел Арби Эмеева и Марата Исаева. Харун Базиев. Ну что, друзья, давайте еще раз скажем это. Чемпион Гран-при хайп-файтинга. Чемпион-обладатель. Звание лучшего ударников по ПМА. И владелец новенького Мерседеса. Сейчас мы узнаем, кто это. Рефери в клетке Александр Сидорин. Парни, вы профессионалы. Правила знаем, не нарушаем. Слушал внимательно мои команды. После команды стоп не работаем. Пожарим руки. По углам. Сейчас будет война. Давайте разорвем зал. Пусть победит сильнейший, как говорится. Это точно. Итак, смотрим. Джеб от Наврузова. Я думаю, сейчас максимально сконцентрированы бойцы. Большие ставки на кону. Оба прошли непростой путь. Но оба выиграли. Помним, какой бой Харун Базиев показал с Маратом Насаевым. И какой не менее яркий бой в полуфинале показал Эмиль Наврузов. Против Косымбая. Клинч. Мы знаем, что Эмиль обычно работает на дистанции. В то время как... И на легких ногах. В то время как Харун Базиев работает больше на плотных ногах и идет вперед собранно все время. Обмениваются бойцы ударами в клинче. Очень много на кону. Попадает сейчас Эмиль Наврузов. Слышим мы, как будет в публиках весь зал сосредоточен сейчас на этом бою. Ой, а тут уже Базиев попадает. Вот это да! Вот это попадает от Базиева. Прывет Наврузов. Желый. Это молодец. Постоянное движение. Очень заряжены бойцы. Хороший сейчас эпизод был от Базиева. Саперкотов встречает Наврузов. Видны домашние заготовки. По удару по корпусу понимая то, что такого бойца как Наврузов надо останавливать. Именно ударами по корпусу. И у Базиева это не плохо получается. На отходе работает Эмиль. Встретил. Очень верно же я встретил Наврузов. А тут сразу перехватывает Базиев. Какой бой мы сейчас наблюдаем. Вообще суперский. Вот это да! Я тоже не могу сдержать эмоции, насколько ярко. Мощный счет четко. Мощный счет четко. Коминый. Не хочешь, чтобы он на ногах жмел. Чисто на ногах который его перебоксирует. Не делись с ним. Не делись с ним. Не делись с ним. Ты куда заянин скажет дело? Думаю, не менее ярким получится и раунд под номером 2. На джебе работает Эмиль Набрузов. Я думаю, сейчас вы ему подсказали, что больше движений на ногах. Не нужно оставаться с Базиевым на короткой дистанции. Раздергивания постоянные. Заметь, как часто Базиев пытается встретить на апперкот, подглавить. Не так вообще много мы апперкотов сегодня наблюдали. И у него получается. Аперкоты хорошие. Еще один апперкот. Аперкоты хорошие у него. Да, нужно смещаться Эмилю с линии атаки. Достоянная работа. Еще одно попадание от Базиева. Эмиль постоянно работает на ногах в челноке, но пока не все получается. Здесь захват. И бой продолжается. Необычный элемент мы наблюдали. Думаю предупреждение от Сидорина. И работа идет дальше. Хорошо по корпусу. Сдваивает правой рукой сейчас Харун Базиев в корпус. Голова. Еще один засовывает. И ответ от Эмиля. Вот это бой мы сейчас наблюдали с вами. Четкий бой. Настолько засматриваешься этим боем, что даже не знаешь, что сказать. Потому что действительно ребята показывают такое яркое противостояние. И я думаю, что все зрители за время гран-при привыкли к этим бойцам и сопереживают им сейчас. Давай, давай, давай. Очень хорошо сейчас Харун отрабатывает свою атаку. И там мы видим, что есть удар от Эмиля Наврузова. Попадает Эмиль лево-боковым. Когда Харун уходит вниз, все время смещается. Сейчас попробую на апперкот встретить Харун Базиев, оппонента. Но все, видео, эмиль. Второй раунд закончен. Как тебе? Супер вообще. Подписывайтесь на наш канал. Дыши, дыши, дыши. Все четко. Работай. Работай. Я буду встречать концовку полностью нажимать. Понял? Полностью нажимай концовку. Оставления от рефери и погнали, третий раунд, смотрим. Хорошо, очень хорошо работают бойцы. Постоянно раздергивает Базиев и опять встречает на переднюю руку. Уходит под уклон, под левую. Эмиля. Чувствует Базиев джерп, встречает. Два удара по корпусу прибывает Эмиль левым прямым. Хорошо, сейчас раздергнут бойцы. Снизу сбоку прибивает Хоруна, еще один снизу. Хороший был бал, да? Да, Эмиль сейчас надо забирать. Работает по корпусу Эмиль. Поддерживает зал обоих бойцов. Я думаю, уже совсем скоро будет концовка. Наджем с третьим мидом сейчас хорошо. Сейчас очень хорошо он следил на правую руку, предстрелялся. Эмиль Наврузов в концовке третьего раунда. Он вставляет элемент Шоу в этом бою. Очень опасно действуют бойцы. Особенно опасно они действуют головами. Не совсем ничего разглядел. Попал лев. Базиев, клинч. Оба интересных бойца. Хорошо Базиев достает правым прямым. Пританцовывает немножко Хору Базиев. Хороший апперкот от бойца из синего угла. Улыбается Базиев. Возможно, чувствует, что выигрывает. И все. Базиев. Бой достойный называться финалом. Просто настоящую войну, ребята, сделаем. Вот настоящую войну. Очень крутой бой. Кровавый бой в прямом смысле слова. И единогласным решением судей победу одерживает Харум Базиев. Что хочу сказать, это был долгий путь, нелегкий путь. Я знаю, ты вышел с травмой. Скажи, какие у тебя эмоции. Спасибо всем, спасибо за поддержку. Я как Чорчамбей, как персидский, как другие, не буду отмазываться. Как мужчина проиграл. Ну проиграл. Равный бой. Равный бой проиграл. Красавчик. В любом случае. Ну что, два химика, третьего тоже нахимичили. Все на стерооидах. Я чисто на булочках. Еще хочу сказать огромное спасибо тем, которые за меня болеют, братья. И хочу сказать, что, послушайте, пожалуйста, когда братья говорю, это не касаемо национальной и религиозной принадлежности. Братья, которые за меня болеют, рядом со мной, сердцем, душой, всегда рядом. Спасибо огромное. Ты дошел до финала нашего гран-при. Какие у тебя планы в дальнейшем? Назначить, пусть тебя подберут. Не буду сейчас на эмоциях что-то говорить. Давай проведем бой. Я только за, я согласен. Я хочу обратиться ко всем и чеченцам, и азербайджанцам, всем братьям. Ну, может что-то случилось, но в любом случае мы подружили, все нормально. Даже если будем проводить бой, это будет просто спорт. Ничего лишнего, пожалуйста, в комментариях. Не стоит мне братьев моих чеченцев оскорблять, или же так же, братья, не надо наших тоже азербайджанцев. Всем добро и мира. Эмиль, многие ребята подходят, спрашивают, что у вас с Эмилем. Давай ты восстановишься, я тоже подготовлюсь, проведем бой по ММА. Как ты за это? По любым правилам. Хочешь без правил. Ну что, Харун, ты зашел в это гран-при андердогом, темной лошадкой, тебя практически никто не знал, все остальные бойцы были более медийные. Сейчас ты доказал, что имеешь право называться лучшим. Забираешь этот Мерседес. Какие у тебя вообще эмоции? Всем ассаламу алейкум. Приветствую, Москва. Во-первых, хотел поблагодарить проорганизаторов Асхаба и Альфреда. Спасибо вам большое за то, что дали возможность проявить себя, показать себя. Попроб поблагодарить тех людей, которые были рядом со мной. Это тренера, боксера Кабардино-Балкарской республики, так скажем, семья. Зафир, мой брат, тренер. Это наша общая победа, брат. Спасибо, что был рядом. И моих тренеров, да, они вложили многое в меня. Казима, хочу поблагодарить. Энеев Казим. Залим Кирефов. Джабоев Серго. Алим Джабоев. Мирза Аминов. Спасибо вам большое за то, что рядом вы. И да, хотел бы отметить одного человека, по чьей причине, так скажем, я нахожусь здесь, который только, так скажем, воспитал меня, вырастил и направил на этот путь. Это Хусей Туменов, отец Альберта Туменова. Ты зашел с поражением в нашу лигу, но за короткий срок ты смог стать звездой нашего промоушена. Мы хотим вручить от хайп-файтинга тебе ключ Мерседеса. Ты этого заслужил. Молодец, я за тебя рад. Спасибо большое большое. Вам огромное спасибо за то, что дали такую возможность раскрыться, так скажем. Также, ребят, наш спонсор Бистокс объявил конкурс, да, так сказать. Хотелось бы пригласить владельца Бистокса, Арод. Всем привет. Так, в первую очередь я бы хотел поблагодарить хайп-файтинг, потому что благодаря подобным организациям ребята доказывают, что все, что нужно для достижения успеха – руки, ноги, голова. Ребята из села, я сам такой же, я сам из села тоже. Точно так же, как и вы. И у каждого есть свой путь. И тут у ребят отличный путь. Они доказывают, что они могут достигать, выигрывать. Это был замечательный бой. Я хочу поблагодарить и Эмилия, и Харуна за замечательный бой. Вы, правда, красавчики. Тут вообще вопросов нет. И я считаю, что зрелищность всегда делают двое. И в данном случае эти двое делали зрелищность на протяжении всего гран-при. Поэтому, если вы не против, я разделю по 500 тысяч между ними за самый зрелищный бой и за то, что это самые зрелищные бойцы в этом гран-при. Я, может быть, думаю, что кто-то не согласен со мной, но, по-моему, это лучшее решение. И спасибо вам за бой, ребят. Это было круто. Эмиль, я к тебе зашел. Не надо говорить за спиной моего брата, когда его здесь нет. Что скажу, я ему не матерился. Ты не матерился, ты просто за его лицо говорил. Нет, я тебя слушать не собираюсь так, как ты говоришь за спиной моего брата. Я к нему очень хорошо обращаюсь. Если ты русский плохо знаешь, это не моя проблема. Я к тому, что вот с кем не подрался, там, Ахмед Дельбиев, твой брат. Ну, Касымбай сам не говорил, его брат там где-то что-то говорил. Это не ММА, но и по ММА что-то там. Но ты согласился, решился, вышел на бой, проиграл, достойно прими. Я к нему очень хорошо отношусь, ничего плохого не говорю. А то, что я говорил, я тебе говорю. Те, которые русские знают, у них спроси, они тебе объяснят, объясняют, я ничего плохого не сказал. Может, я русский не знаю, но ты за его спиной только что говорил. Я за его спиной ничего плохого не говорил. Придет, позовешь, я ему в лицо тоже скажу. Я ничего плохого не сказал ему. Ты после боя почему ему в лицо это не говорил? Я ему ничего плохого не сказал. Еще раз говорю, просто объясни, пусть объяснят тебя, спроси у кого-нибудь. Объясни ему, я не могу объяснить. Я что-то плохого сказал в твоего адреса. Глахова нет, ты за его спиной говоришь, что он отмазывается. Ты ему почему после боя в лицо это не сказал? Это потому, что было один раз. Я не хотел, чтобы вот национальные конфликты какие-то были. Второй раз. Я не только к нему говорю, я тем говорю, которые все оправдываются. И он, и Ахмед Дельбиев, и пусть по-другому кто-то. У меня до Ахмеда, до кого-то дел нет. Ты говоришь за спиной моего брата. Не надо говорить за его спиной. Я еще раз говорю, за его спиной не говорю, позови, я ему в лицо тоже скажу. Его здесь нет, ты же знаешь, его здесь нет. Сейчас это к чему просто, я не понимаю. Не надо говорить, не надо строить из себя правильного. Брат мой, это ни к чему серьезно. Я ничего плохого не говорил. Говорит сначала, брат, потом говорит за спиной. Я ничего плохого не говорил. Что Дельбиев, Ахмед? Я не понял, что Дельбиев, Ахмед? То, что отмазываетесь, не знает он по-другому, любому виду. Все помните, после гран-при, по-моему, мы поделимся, он сказал. Нет, еще раз говорю, еще раз говорю, заинтересует меня. Нет, ты этого не говорил здесь. Не бесплатно в 70 килограмм. Нет, этого здесь не говорил. Я бесплатно, что ли, должен играться с тобой, по-моему, и нахрен мне это нужно? Харун, ты одержал победу. Какой твой прогноз был на бой? Ты вообще думал ли, что так получится? Ну, если честно, каждый, я думаю, перед боем хочет досрочно закончить этот бой. Я только готов был на победу. У меня других вариантов не было. Я готов был себя оставить тут. Я поставил все или ничего. В голове было так. Харун, а назови мне, пожалуйста, следующее имя, кого бы ты хотел видеть в соперниках. 70-75 в ППМА. Я не знаю, кто, кого считают хорошим, лучшим. Я думаю, моряка я вижу. Харун, а ты мне называл еще фамилию Калмыков. Это еще актуально? Хочется ли? Не, мне хотелось бы, да, с Калмыковым тоже разделить этот тогон. Интерес у меня спортивный. Вообще вызывать Калмыкова, это уже некрасиво будет с моей стороны, так как этот человек является, ну, моим земляком. Если он хочет этого боя, я готов. Я готов всегда. А насчет веса вы сами знаете. Главный вопрос. На что потратишь деньги? Деньги я уже распределил. И машина уже, по-моему, уже ждет своего хозяина. Долги раздам. Свадьбу сделаю, да. А потом уже посмотрим. Считаешь ли ты сейчас себя одним из лучших ППМА вообще на руках? И там лучшим боксером и так далее? Ну да, естественно, как бы пояс на мне. И ну дайте мне олимпийский уровень. Я не знаю, чемпионом мира, Европы. Я думаю, любой боксер заметит, что уровень действительно очень высокий. На уровне, я думаю, чемпионов Европы, мира. Было бы интересно мне лично посмотреть твой бой с Калмыковым или с Лендрушем. Вот. Возможно, в скором времени получится что-то организовать. Посмотрим. Тебе спасибо, Харум. Харум, буквально пару месяцев назад ты дрался за маленький гонорар. Но прошло сколько месяцев после твоего проигрыша первого? Три-четыре. Три-четыре месяца? Три-четыре месяца. И что, жизнь поменялась? И что ты посоветовал молодим ребятам, которые хотели бы попасть в ППМА, как-то продвигаться в том же русле? И вообще, ППМА, сильно изменила ли твою жизнь? Да, если честно, моя жизнь изменилась в лучшую сторону. Просто зайдите в зал пару раз, подвигайтесь, я не знаю, с настоящими спортсменами. Я думаю, нужно оставить себя в этом зале, чтобы чего-то достичь в ППМА, так скажем. Здесь простых бойцов не бывает. Здесь очень хорошие и достойные ребята, да, на руках и в ПМА тоже, да. Ну, я не думаю то, что ППМА как-то отстает от профессиональной лиги, так скажем. Последний вопрос. Ты, надеюсь, не уйдешь из нашей лиги никогда? Буду свои корни пускать, так скажем. Готов на все сто. Готов на все сто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова